Почему ребенок плачет? Этот вопрос очень беспокоит многих молодых родителей, и однозначного ответа у меня, конечно, на него нет. Слишком много нюансов. Но есть одно универсальное правило, которое все родители должны знать. Плач ребенка до двух с половиной-трех лет, и после – это разные вещи. Первый год жизни человека самый трудный. Он еще ничего не понимает об окружающем его мире, но вынужден в нем жить. Если ребенок регулярно испытывает дискомфорт, ему больно, холодно, голодно, он будет плакать, сообщая родителям таким образом о своем страдании. Сам плач постепенно будет превращаться в привычку. Плачет ребенок не потому, что ему хочется потрепать вам в нервы. Это вовсе не эмоциональный шантаж. Это не попытка манипулировать родителями. Это просто сообщение о физиологическом дискомфорте. Так что нам нужно просто найти причину его страдания и устранить ее. Слез быть не должно. Это правило. Не допускайте эскалации плача. В возрасте до двух с половиной лет эта проблема решается элементарно. Вместо того, чтобы заунывно утешать ребенка, отчего он, разумеется, будет плакать в три раза сильнее, громче и надрывнее, научитесь переключать его внимание. Внимание в этом возрасте подвижное, а память короткая. И нет ничего лучше, чем просто отвлечь ребенка, изящно предложив ему другую деятельность. Секунды и глаза высохли, а мы уже тренируем позитивную и крайне необходимую малышу эмоцию интереса. Итак, никогда не подкрепляйте страдания ребенка. Его плач – это повод решить проблему, которая его беспокоит, но вовсе не способ вытребовать у родителей недостающей ласки или какие-то иные преференции. Родители должны проявлять позитивное чувство, когда у их ребенка хорошее настроение. Если же оно плохое, нужно не утешать ребенка, а действовать, решать проблему. Ребенок должен знать, что решение есть всегда, что мир хороший, и в нем содержится это решение. Просто нужно его найти, а не плакать и не причитать. Шантаж плачем – это тактика детей старше трех лет, которые знают, что реветь без перерыва – это единственный эффективный способ привлечь себе внимание родителей. Если плач для ребенка – это единственный способ заставить родителей обратить на себя внимание, он будет постоянно демонстрировать нам то самое страдание – плач, рев и истерики. И в такой ситуации он вовсе не играет, не изображает страдания, он рефлекторно фактически начинает страдать, потому как именно это его поведение побуждает в его родителях родительский инстинкт. Помните, вопрос будущих слез ребенка решается в самом юном возрасте – до двух-двух с половиной лет.